МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Усядьтесь поудобнее у своих телевизоров и немного расслабьтесь. Сегодня в эфире первый выпуск телерадио компании Сургут-Интерновости. С этих слов учредителя и первого президента СИНА, Сергея Михайловича Катаева. 26 лет назад начал свое вещание наш теперь уже медиахолдинг. На уходящей неделе, 22 декабря, свой день рождения отметила первая в Сургуте итоговая программа телевизионный обзор новостей. Больше четверти века журналисты нашей телерадиокомпании еженедельно говорят о самых заметных, слободненных и острых темах. Мы продолжаем идти вперед и работать для вас. Теперь уже в новой информационной студии. Сегодня в ближайшие 50 минут мы расскажем вам о том, каким был тон этого года. Начнем подводить итоги уходящего 2016-го. Итак, смотрите в первой части программы. Пора сводить дебет с кредитом. Пока федеральные и региональные власти думают, как выйти на устойчивое развитие экономики нашего государства, российское бизнес-сообщество решает, как построить успешный проект в нынешних условиях. Дмитрий Подлесной подводит экономические итоги уходящего года. Индексация мер социальной поддержки, участки под индивидуальное жилищное строительство и квартиры детям-сиротам и не только. Светлана Стебенькова подвела итоги года социального в Сургуте и узнала о планах на следующие 12 месяцев. Во главе угла и, конечно, итогов года – политика. Затяжной характер экономического кризиса в итоге подтолкнул нашу страну к серьезным переменам и принципиальной позиции. Сейчас, по итогам 2016-го года, мы принципиально понимаем, что наши бизнес-партнеры с Востока более надежны, чем с Запада. Мы принципиально знаем, что нам нужнее сейчас стабильность, а не голословные изменения революционного характера. Мы принципиально выбрали разумное развитие во всех сферах и одним из его ярких отражений является импортозамещение. Всю эту принципиальность россияне выразили на прошедших в сентябре выборах. В Югре это голосование оказалось одним из самых масштабных в истории. Мы выбрали с вами депутатов Госдумы, Тюменского областного парламента, Думы Югры и Сургута. Во всех четырех уровнях власти выиграла по количеству мандатов партия «Единая Россия». В некоторых структурах, например, муниципальных, вообще со стопроцентным результатом. О чем это говорит? Это говорит о том, что население принимает взятый курс развития нашего государства и выдает карт-бланш консервативной партии. В ее рядах, кстати, было немало видных политиков, которые в системе управления уже десятки лет. За это время формируется определенный взгляд на процессы развития. И, как считается, его не переменить. Но ситуация в мире заставляет нас меняться и быть более гибкими. И даже политические тяжеловесы готовы к переменам, основанным на запросе населения. Мы проводили очень много встреч, на которых звучали наказы, звучали пожелания, что нужно сделать для того, чтобы улучшить жизнь в городах, в районах, улучшить жизнь конкретных людей. Поэтому вот над этим будем работать. И я считаю, что на самом деле вместе со всем населением сформировали народную программу. И подавляющее большинство жителей Югры нас поддерживают. Безусловно, прислушаться к мнению людей надо, ведь именно им реализовывать задуманные планы. Жить в обозначенных условиях, исполнять принятые законы и развивать экономику страны по намеченному пути. Кстати, об экономике. Правительство России именно в уходящем году наконец зафиксировало реально позитивные сдвиги. Темпы официальной инфляции снизились и резкого падения рубля вроде бы не предвидится. Правда, ровно как и стремительного роста благосостояния населения. Как говорится, держитесь там. Задача перед всеми стоит вроде бы простая. Не ввести экономику в стагнацию. Предпринятые шаги на всех уровнях власти подготовили почву, хоть для создания нового бизнеса, хоть для развития уже действующего. Да, путь предпринимателя. Особенно российского, особенно сейчас, непрост. Позитив от поддержки, с лихвой перекрывают бешеные процентные ставки по кредитам, стоимость аренды помещений и так далее. Дмитрий Подлесной продолжит тему, размышляя, легка ли была жизнь сургутянина в экономическом 2016-м. А также расскажет о перспективах развития финансового сектора. Ближайшие 365 дней. Ситуация в экономике выровнялась. Уже можно смело сказать, что в финансовых вопросах как год не наблюдается тенденции стремительного падения. Если в 2015-м снижение ВВП составило 3,7%, то в этом году практически в 4 раза меньше. Да, это еще не развитие экономики. Но все же, чего нам это стоило? Ответ прост. Беспрецедентных мер, креативности, упорства и растраты резервов. Мы приняли и исполнили все обязательства федерального бюджета на 100% в 2015-м году. Несмотря на серьезное снижение доходов федерального бюджета, для этого нам помогли те запасы, те резервы, которые были созданы в предыдущие годы. Много финансов потратили на поддержание устойчивости социалки. Яркий пример – правительству удалось удержать на плаву строительный сектор за счет субсидирования ипотеки. Тенденция положительная даже более чем. Если брать 2014-й год и 2015-й год, то в 2015-м году мы выдали более чем в 3 раза ипотечных кредитов. Соответственно, в 2016-м году, за 7 месяцев, которые уже прошли, мы уже приблизились к уровню 2015-го года. То есть очень существенный рост. Безусловно, это благодаря тому, что есть что продавать. Ну и те программы, которые существуют сегодня в банке, позволяют поддерживать этот спрос на таком уровне. У нас есть программы и без первоначального взноса, и есть ипотека с господдержкой. А еще один показатель, демонстрирующий то, что экономику удалось стабилизировать – это объем оттока капитала. Если два года назад сотни миллионов долларов вывезли из страны, то в этом году показатель остановится в районе 10 миллионов. То ли денег вовсе не осталось, то ли бизнесмены стали доверять стране, где эти деньги и зарабатывают. Хотя, например, только стартующие предприниматели говорят, что успеха можно добиться в России все еще вопреки, а не благодаря. Та система налогообложения, которая сейчас есть и которая устоялась, она не самая выгодная для стартапов и для начинающих компаний. То есть действительно сумма налогов, скажем так, не позволяет где-то размахнуться лишний раз или что-то еще. Зато уровень налогов может помочь размахнуться нашему городу. По крайней мере, так подумали финансисты городской администрации. И вышли с предложением обменять прямые дотации из региональной казны на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы сургутян. Якобы нас с вами в будущем году ждет увеличение зарплаты. Новость хорошая как для местных властей, так и для горожан. Главное, чтобы сбылось. В бюджетном кодексе прописано, что по решению представительного органа может муниципалитет заменить получение дотации другой формой просто ее перечисления дополнительным нормативом от налога на доходы физических лиц. Но я думаю, что все уже вы знаете, что налог на доходы физических лиц один из самых главных наших бюджетнообразующих налогов. Процент зачисления в местный бюджет определен законодательно. На сегодняшний день 34%. Но вместо дотации мы можем получить дополнительный норматив. А еще в Сургуте подготовлена достаточная база для наращивания совокупного объема доходов. Вакансий несколько тысяч. А это значит, что чисто гипотетически налоговых резидентов в Сургуте может стать больше. Причем намного. Намдуманный шаг, потому что мы видим тенденцию динамики развития города, привлечения новых инвестиций. И вижу именно действительно перспективу, что у нас больше будет рабочих мест. Это будет развитие такое стабильное. Серьезных результатов стабилизации экономики достигли и члены правительства Югры. Даже был найден эффективный инструмент взамен падающей добычи нефти и ее стоимости. В нынешнем году валовый региональный продукт нашего округа по прогнозам превысит 3 триллиона рублей. Инвестиции могут преодолеть планку 825 миллиардов рублей. Впервые за последние пять лет индекс промышленного производства не покажет существенного снижения, а окажется близким к нулю. Кто-то скажет, протоптались на месте. Но, во-первых, давайте вспомним, что стояние на реке Угре когда-то изменило историю нашей страны и стало событием, которое определило ее будущее. В Угре по поручению президента страны меняют подходы к развитию экономики. Для оперативного и более успешного привлечения инвестиций регион осуществляет переход на проектные методы управления. И, возможно, уже в 2017-м эта новая платформа даст большие плоды, чем уже укоренившиеся принципы работы. Для специалистов области экономики это, по сути, и может стать одним из самых сокровенных желаний на Новый год. Дмитрий Подлесной специально для телевизионного обзора новостей. От экономики к сфере социальной. Сегодня в Югре реализуется 101 мера соцподдержки. И по этому показателю наш округ в числе лидеров среди других регионов страны. Только в Сургуте и районе ту или иную выплату получают без малого 105 тысяч человек. В 2016-м из окружного бюджета в общей сложности было выплачено более 3 миллиардов рублей в виде пособий, субсидий и компенсаций. Из федеральной кубышки на эти цели было выделено более 500 миллионов рублей. Кроме того, в уходящем году все неработающие пенсионеры получили по 1 тысяче рублей ко дню рождения Югры. Среди новшеств этого года в системе социальных выплат назначение компенсации взносов за капитальный ремонт. С 2016-го скостить платеж за эту строчку в расчетке имеют возможность более полутора тысяч человек старше 70 и 80 лет. Немаловажно знать и то, что нас ждет в году следующем. О том, как изменятся суммы мер соцподдержки в 2017-м, мы поговорили с руководителем сургутского филиала Центра социальных выплат Светланой Корнилиной. Светлана Владимировна, говорим об индексации с мер социальной поддержки на 2017-й год. Как они подрастут в году следующем? В рамках постановления правительства 483-Р от 8 декабря 2016 года проведена индексация в размере 4% на ряд пособий. А именно это ежемесячная денежная выплата реабилитированным, репрессированным гражданам, труженикам тыла и ветеранам труда. В рамках пособий ежемесячных, то есть детства, если рассматривать, то у нас индексация применена к ежемесячному пособию на ребенка, ежемесячное социальное пособие на ребенка-инвалида, ежемесячное социальное пособие по случаю потери кормильца, ежемесячное пособие на детей из многодетных семей и государственная социальная помощь, отдельное ежемесячное социальное пособие. Вот ряд, скажем, пособий, которым применена индексация. А почему так происходит, что индексируют лишь определенный перечень мер социальной поддержки? Ну, грубо говоря, кто принимает решение, какие именно выплаты индексировать, а какие нет? В рамках, опять же, решения правительства Хантамансийско-автономного округа определяется перечень, определяется размер с учетом инфляции и индексации на территории Российской Федерации. Это все как бы в рамках правительства автономного округа и с учетом определенных условий. А было ли вообще в истории Югры такое, что проиндексировали без исключения все меры социальной поддержки? Были такие года замечательные, скажем, это до 2010 года. На самом деле индексировались большая часть, скажем, мер соцпотечки, которые предусмотрены гражданам, проживающим на территории округа. На сегодняшний день, к сожалению, не могу точно назвать год, а именно до 2010 года были ряд мер. Но самые большие все индексации прошли по 2015 год включительно, поэтому, скажем, такого глобального изменения нет на сегодняшний день. Когда гражданам будут начислены уже новые суммы социальных выплат? Все меры соцподдержки, которые предусмотрены, скажем, в рамках же, опять же, постановления правительства, они будут произведены, выплаты будут в январе, в феврале, естественно. Ну и ряд мер, которые предусмотрены для опережающих выплат, это будут произведены в декабре этого года. А какие выплаты будут начислены в опережающем порядке? К опережающим выплатам относятся субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В связи с тем, что каникулы у нас, скажем, до 9 января государственные, и мы, к сожалению, не сможем произвести оплату на лицевые счета граждан субсидии, в связи с чем выплата производится досрочно, в декабре, для того, чтобы граждане самостоятельно могли произвести оплату за январь в установленные сроки законодательства. Нужно ли получателям проиндексированных мер социальной поддержки заново оформлять выплату? Никаких заявлений дополнительных не требуется, никуда обращаться нет необходимости. Единственное, что я могу всем нашим уважаемым гражданам напомнить, что в случае, если есть желание подать заявление на предоставление мер социальной поддержки любого вида, то они могут использовать свое право не только через многофункциональный медцентр, но и через портал государственных услуг. Бояться этого не надо. Данные выплаты производятся гораздо быстрее. Ответы и уведомления присылаются электронно. Поэтому я, как, скажем, житель города Сургута, как гражданин Российской Федерации, настоятельно рекомендую пользоваться порталом государственных услуг. Продолжая тему индексаций, поговорим и о пенсиях. В 2017-м эту выплату будут увеличивать по прежней схеме. То есть с 1 апреля для получателей выплат по гособеспечению надбавку рассчитают, исходя из размера прожиточного минимума для пенсионеров за 2016 год. А для тех, кто получает страховую пенсию, с 1 февраля сумма индексации будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об абсолютных цифрах говорить пока рано. Необходимо дождаться соответствующего решения правительства страны. Однако, подчеркну, изменения коснутся только неработающих пенсионеров. Кроме того, со следующего года государственные и гражданские служащие начнут выходить на заслуженный отдых позднее остальных россиян. И пенсионный возраст для них ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев. Какие еще новшества ждут сургутян в наступающем году и какие достижения мы оставляем в году уходящем? Светлана Стебенькова подвела некоторые итоги социальной жизни города в 2016-м. Вот в эксплуатацию дома социального использования в Сургуте, конечно, самым ярким событием года социального назвать можно вряд ли. Однако для почти 300 семей это шанс арендовать жилье по весьма демократичной цене. 7 с небольшим тысяч плюс коммуналка в месяц за однокомнатную квартиру. Из неоспоримых плюсов – долгосрочный договор с администрацией города. Арендовать квартиру можно на протяжении 10 лет подряд. При необходимости можно прописаться на казенных квадратных метрах. Из минусов – отсутствие мебели и достаточно жесткий отбор претендентов на заселение в дом социального использования. Категории граждан, которые имеют право для постановки на учет в дальнейшем, для заселения в дом социального использования, четко определены жилищным кодексом Российской Федерации. Это граждане Российской Федерации, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, не признаны и не могут быть признаны малоимущими гражданами. То есть их ежемесячный доход на текущую дату на одного члена семьи составляет более 14 510 рублей. Из условий заселения еще и четкий метраж, положенный семье. Максимум 20 квадратов на одного человека, минимум 14. Всего в доме социального использования 512 квартир. Чтобы выкупить их у застройщика, властям понадобился 1 миллиард 400 миллионов рублей. 95% средства округа, остальное добавил город. Около 48,5 миллионов рублей, но уже денег только из югорской казны, потратили в году уходящим тоже на недвижимость, но уже на приобретение квартир для детей-сирот. Уже на следующей неделе 28 ребят получат ключи от собственных квадратных метров. Стоит отметить, что в 2015-м для этой категории было куплено 92 квартиры. В этом же, как мы отметили выше, меньше почти в 4 раза. Однако в администрации заверили, что вопрос на контроле. И все те, кто не получит квартиры в этом году, скорее всего отпразднуют новоселье в год огненного петуха. Планирование средств на 2017 год в целях обеспечения всех, кому будет достигнут 18 лет, находится на рассмотрении сейчас правительства автономного округа. Не остались ни удел в 2016 году и многодетные семьи. За 12 месяцев администрации города было выделено 22 участка под индивидуальное жилищное строительство. 10 ячеек общества уже получили необходимые документы. Для еще 12 бумаги в процессе оформления. Всего в списке претендентов на землю по ДЖС числится более 1200 семей. С этого года решением правительства Югры многодетные пары имеют возможность заменить участок на денежную выплату. И 33 семьи уже воспользовались своим правом. Кстати, каждый денежный сертификат имеет свой номинал. Все дело в индивидуальных расчетах этой субсидии. Размер зависит от состава семьи и количества прожитых в нашем регионе лет. Добавлю, что тем многодетным сургутянам, до кого в этом году очередь не дошла, переживать не стоит. В ближайшие как минимум три года. И выделение участков под ДЖС, и возможность их замены на финансовую выплату сохранится. Земельные участки планируются на ближайшие три года, потому что есть установка правительства на эту тему, чтобы в ближайшие три года именно многодетные семьи были обеспечены земельными участками, либо иной формой поддержки. Поэтому иная форма, которая выражается в денежной компенсации, она также планируется на ближайшие три года. Продолжая тему детства, вспомним мы о материнском капитале. В этом году за рождение второго или последующих детей мамы получили по 453 тысячи 26 рублей. Всего в Сургуте с заявлением на выплату в 2016-м обратилось около 4 тысяч человек. В уходящем году в документ был внесен еще один пункт в части возможного распоряжения деньгами. Потратить средства маткапитала можно не только на улучшение жилищных условий, образование ребенка и накопительную часть пенсии мамы, но и на приобретение средств для реабилитации детей с особенными потребностями. Пока у нас нет ни одного обращения по данному виду направления. Традиционно у нас семьи используют практически 85% случаев на улучшение жилищных условий. Отметим, что на этой неделе в правительстве России приняли решение не индексировать маткапитал. Таким образом, в 2017 году его размер останется на прежнем уровне. Это, как мы уже говорили, 453 тысячи 26 рублей. Светлана Степенькова и Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. Каким был тон этого года? Итоги последних 12 месяцев мы подводим в эфире сегодня. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь. После коммерческого блока вы увидите. Детский турнир по мини-футболу и финансирование спорта в Югре. Региону нужно здоровое поколение, больше спортивных объектов и сокращение финансирования. Эти темы подробно раздрали Антонина Новикова и Дмитрий Круковин. Под эгидой года детства и кино. Как сложилась культурная жизнь Сургута в 2016-м? О самых ярких событиях, уходящих 12 месяцев, напомню вам я, Юлия Бабенышева. До свидания. Через приложение WhatsApp написал сообщение сотруднику администрации Урала. Переписку выложили в интернет и молодой человек на некоторое время стал звездой. В Екатеринбурге просьбу молодого человека о просмотре в команде из премьер-лиги выполнили, однако в Урал все же не взяли. Подготовка Ирхана оказалась недостаточно сильной. Парню на память подарили футболку и отправили домой. Новых звезд футбола зажигают и прямо сейчас в Сургуте. По воскресеньям в спорткомплексе «Юность» в мини-футбол играют дети. Ребята борются за кубок чемпиона турнира «Футбол без границ». Информационным партнером соревнований является наша телерадиокомпания «Сургут интерновости». О спортивных баталиях и истории чемпионата Дмитрий Круковец. Несмотря на нынешнюю достаточно суровую зиму от ребят, которые не желают сидеть дома, а хотят заниматься спортом, их убеждать, отбоя нет. Нынешний турнир «Футбол без границ» стал продолжением большого летнего первенства чемпиона нашего двора, который, кстати, смог объединить несколько сотен ребят разных возрастов. Организаторы, отметим, впервые за долгое время провели не короткие блиц соревнования за 2-3 недели, а полноценный чемпионат, который проходил с июня по август. «Это очень интересный проект. Я еще сам в детстве играл в кожаном мече дворовом, и очень жаль, что он пропал. Поэтому я с удовольствием поддержал эту идею. Я ее, собственно говоря, на конференции ТОСов высказал. И очень рад, что она реализовалась. Моя идея в том, чтобы наши дети занимались делом, а не шныряли по подъездам. А для того, чтобы они занимались делом, нужны быть площадки, нужны быть соревнования, должны быть мотивации для этого, который мы сейчас, в том числе, этим чемпионатом создаем». Дворовые плоскостные площадки хороши в теплое время года. А сейчас футболисты играют в закрытом теплом помещении. Ребят гостеприимно встретил спорткомплекс «Юность». Организаторы обещали юным спортсменам зимний турнир. И обещание свое они выполнили. С конца ноября 20 команд начали свой путь в чемпионате. «Первые дни прошли довольно интересно. Уже были такие разгромные счета даже. Уже было видно, кто лидирует. Команды, которые все заявили с такими большими счетами. В принципе, уже, наверное, дальше в том же ритме будут продолжать». Заметим, в Сургуте нет профессионального футбола как такового. Но за последние пять лет этот вид спорта получил в нашем городе хороший толчок к развитию. Регулярно проводятся открытые чемпионаты по футзалу и большому футболу. Играют турниры на снегу в общей сложности в восьми лигах. И, подобно тому, как это делается на профессиональном уровне, юных талантливых ребят теперь высматривают наши местные селекционеры и приглашают в свои, по сути, любительские команды. «Есть такие ребята, которые 16 лет, 16-17, которые и по возрасту сюда подходят, и уже задействованы в взрослых лигах. И есть такие примеры, да, в командах они играют. И также некоторые пожелали участвовать и в этом турнире, как бы задействованные там и там». Иван Васильев примерял золотую медаль летом, когда вместе со своей командой стал чемпионом нашего двора. Сейчас амбиции не меньше, да и опыт позволяет. В свои 16 лет он уже играет во взрослой команде «Союз-Сипромстрой» в Суперлиге чемпионата города. «Сначала там играл мой друг, вот, он меня позвал, так посмотреть на меня, я поиграл в матче, и взяли. Там одну команду разделили на две. Одна играла в Суперлиге, а одна в первой. Вот и в первый играл, ну, год отыграл, и потом меня в Суперлигу уже взяли. И вот там играю, получается». Иван признается, несмотря на то, что игры в рамках «Футбола без границ» проходят по воскресеньям, да и добираться до спорткомплекса «Юность», который находится в одноименном поселке, довольно-таки не просто такие турниры. Сургуту нужны. «Просто играем в удовольствие. Ну, спорт, занимаемся спортом, двигаемся. Дома не сидим». Помощь в организации соревнований оказывали городские тосы, что летом, в преддверии сезонного турнира, что сейчас, они формировали команды. И, по словам председателей, количество желающих принять участие в «Футболе без границ» превзошло все их ожидания. Спортсмены-юниоры ждали старта буквально, считая, дни до первого свистка. «Ребята относятся к этим соревнованиям очень с энтузиазмом. Потому что они одобряют эти соревнования. Причем где-то ходить болтаться по городу, лучше заниматься спортом, правильно? Когда вот это, сейчас решили организовать новый турнир на сетку, ребята отнеслись с таким оптимизмом, энтузиазмом. Они мне постоянно звонили до начала турнира, спрашивали, когда, как». «Футбол без границ» рассчитан на три месяца. Игры проходят только по воскресеньям. Сначала каждая из 20 команд проведет 9 матчей. По итогам первого этапа 4 лучших коллектива в каждой из двух подгрупп выйдут в плей-офф. Матчи на вылет и определят в конечном счете чемпиона. Финал планируется провести в День защитника Отечества. Организаторы собираются устроить красочную шоу-программу. Не исключено, что вручать кубок победителям будет кто-то из звезд российского футбола. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. Между тем, в спорте происходят серьезные пертурбации, во-первых, связанные с безопасностью. Трагедия под Ханты-Мансийском подтолкнула общество к тому, чтобы инициировать поправки в федеральное законодательство. Депутаты окружной думы предлагают повысить планку стажа с 3 до 5 лет для водителей, которые перевозят детей. Для ГИБДД отменят тот самый приказ, который обязывает сопровождать колонны из трех автобусов. Госавтоинспекция должна будет находиться рядом и с одним транспортным средством, в котором едут несовершеннолетние. Организаторов поездок планируют обязать высылать предварительный план выездных соревнований на календарный год. Наталья Комарова в своем ежегодном послании в минувшую пятницу попросила всех ответственных уделить особое внимание занятости детей. И цитирую «всему тому, что связано с массовым спортом». Тем временем меняется и сама система подготовки спортсменов. Ее перепрофилируют на оздоровительные группы и предпрофессиональную подготовку. Что изменится в спортивной сфере нашей жизни и что последует за сокращением бюджетного финансирования? Антонина Новикова расскажет подробнее. В России коренным образом меняется система воспитания атлетов. С Дюсшоры меняют статус организации дополнительного образования на учреждения спортивной подготовки. Реформа должна привести к новой иерархии преподавания спорта. Это спортивно-оздоровительные группы и группы начальной подготовки. Если ребенок решает, что в будущем он хочет стать профессиональным пловцом, лыжником, баскетболистом, боксером, ему необходимо по достижении 14-летнего возраста сдать специальный экзамен. Тогда он будет зачислен в класс предпрофессиональной подготовки. Я думаю, что мы придем к тому времени, когда дети, как в институт люди поступают. Есть бюджетные места, есть небюджетные места. Если ребенок приходит в спортивную школу, сдает контрольные нормативы, которые установит спортивная школа, комиссионно это все примется, он будет зачислен в группу начальной подготовки на первый этап. Тот ребенок, который не сможет сдать, но хочет заниматься спортом, он будет в группе СОК. К примеру, да? Не знаю, какая-то платная основа, не плана, еще трудно говорить, потому что сейчас пока это не выстроено. То есть государство рассматривает вложения в конкретно взятого атлета на перспективу, фактически исключая трату денег на тех, кто спорту посвящать свою жизнь не планирует. В стратегии развития Сургута-2030, например, заложено строительство многих объектов, которые предусматривают специализированную направленность. Тот же бассейн на 50 метров, легкоатлетический манеж, волейбольная арена на 5000 мест и другие. Все это, как говорится в документе, позволит создать условия для ведения здорового образа жизни и развития инфраструктуры. Какая задача муниципалитета? Его задача сегодня, первое, провести мероприятие, отобрать лучших спортсменов и сборную команды выйти на окружные соревнования. Второй этап, это на окружных соревнованиях показать себя и попасть в сборную команду округа, выйти на финансирование субъекта федерации. Региональный бюджет уже дальше берет на себя финансирование победителей окружных соревнований и отправляет их на Урал, Россию, зарубежные турниры. Как заявляют руководители югорского спорта, приоритет для нашего субъекта федерации – развитие именно детского и массового сегментов. Получается, что запланированные к строительству новые специализированные учреждения будут ориентированы не только на занятия юных будущих чемпионов и, возможно, олимпийцев. Доступ к дорожкам, тренажерам и кортам будут иметь и те, кто занимается спортом в свое удовольствие. Основное время на новых площадках, конечно, будет принадлежать профессиональным атлетам, среди которых и частные клубы. Но непосредственно деньгами из казных МАУ они будут поддерживаться по остаточному принципу. Идет оптимизация всех наших затрат, мы приоритетные направления выделяем. Прежде всего для нас это детский и массовый спорт. Поэтому со стороны бюджета, я думаю, это маловероятно. Кроме того, департамент спорта округа субсидирует подготовку спортивного резерва. Выделяет дополнительные средства на каждое спортивное учреждение, которое работает в стандарте спортивной подготовки. Годовой бюджет госпрограммы развития физической культуры и спорта в Югре более 4 миллиардов рублей. Чуть ли не половина из этих средств уходит на содержание спортучреждений региона, которые в том числе оказывают услуги всем желающим. На профессиональный спорт с каждым годом власти тратят все меньше средств, предлагая взяться за это меценатам и спонсорам. Создание профессиональной лиги, профессиональной команды – это прежде всего финансовые ресурсы. Если найдется стоящий и долгосрочный спонсор, то, я думаю, никаких препятствий в создании команды и лиги не будет. Такие примеры софинансирования есть в Югре и в Сургуте. Это волейбольный клуб «Газпром Югра», который в основном содержит две дочки большого «Газпрома» – «Газпром Трансгаз Сургут» и «Газпром Переработка». Это целая спортшкола нефтяник, которой уже не один десяток лет владеет Сургутнефтегаз. И подобные примеры есть и в России. И с каждым месяцем, с каждым годом их все больше. 13 лет проработал в тракторе, сейчас это четвертый год в «Магнитке». То есть финансировать у нас клуб и школа – это одно и то же, одно целое. Финансирует все металлургический комбинат. Это наш Арашников директор и Величкин Геннадий Иванович. То есть родители вообще ни за что не платят. Ни за что. Все и форма, и лед, и все это за счет комбината. Если вернуться к цифрам, то они не очень обнадеживают. В сургутском бюджете на будущий год на физкультуру и спорт заложено 604,5 миллиона рублей. Это почти на 12 миллионов ниже, чем в году текущем. При этом в 2018-м город выделит на эти цели меньше еще на 100 с лишним миллионов рублей. Значит ли это, что вместе с цифрами станет меньше соревнований? Или наши ребята будут реже выезжать на турниры за пределы города? Или из поддержки планируется исключить какой-то вид спорта? Пока точной информации на этот счет нет. Хотя может быть, что бюджет еще скорректируют в сторону увеличения. Иначе нынешние 300 соревнований за год и более 50 тысяч участников окажутся, вероятно, максимальным показателем в этом десятилетии. Антонина Новикова, Дмитрий Круковец, Гамзат Магомедов. Специально для телевизионного обзора новостей. В отличие от детского спорта, культурная жизнь юных сургутян, да и взрослых в течение уходящего года была в фокусе внимания не только округа, но и государства. Фестивали и фотовыставки, театральные постановки и музыкальные концерты в общем ценителям искусства есть что вспомнить. Например, уже полюбившийся фестивали искусств 60-е «Параллель», «Зеленый шум», ежегодный выставочный проект «Рельефы цвета», фестиваль национальных культур соцветием, ставший уже визитной карточкой нашего города, открытие уникального дворца искусств «Нефтяник». Сургут не один раз посещали столичные гости, а местные звезды покоряли федеральные каналы. О традиционных мероприятиях и об открытиях 2016-го смотрите в следующем сюжете. Юлия Бабенышева подвела итоги культурного года. 2016-й под эгидой года детства и кино прошел довольно успешно для культурной жизни Сургута. Несмотря на экономически сложные времена, сеть учреждений культуры не только сохранилась, но и приросла. Большим подарком для сургутян в этом году стало открытие нового здания детской школы искусств номер 2 в микрорайоне железнодорожников. В целом, как бы то ни было, мы видим, что объект реализован в том формате, в котором он должен быть, и надеемся, что для города Сургута это будет воплощением искусства, и для детей это будет своеобразным домом, в который они приходят, чтобы воплощать новые идеи и новые мысли. Также начал свою работу уникальный дворец искусств «Нефтяник». Это просторные холлы, панорамные лифты, классы для занятий, банкетные и конференц-залы. Здание у нас шикарное. Мы очень долго ждали, когда же оно отстроится, когда же мы сможем переступить порог этого волшебного места. И здесь хочется творить, петь. Главное достоинство – концертно-театральный зал на 1127 мест. Сцена настолько уникальна, что способна принимать гастрольные проекты мирового уровня и воплощать любые замыслы режиссера. Ее возможности уже опробовали актеры Малого драматического театра Европы под руководством Льва Додина. В их числе Елизавета Боярская, Данила Козловский, Игорь Иванов. А по поводу сцены, это оттаса. Какой-то такой. И поскольку мы много ездим, да, но вот какой-то такой немножко, когда ваш вышел на сцену, так что это, мне кажется, здорово. Вы счастливые в этом смысле люди. Московский театр юного зрителя также порадовал сургутян своими спектаклями в рамках федеральной программы «Большие гастроли». На сцене сургутской филармонии столичные гости представили публике несколько постановок. Открывали программу скрипкой Ротшильда, где главные роли сыграли народные артисты России Валерий Баринов и Игорь Ясулович. Я в Сургуте первый раз, мне очень нравится. Во-вторых, мне нравится, что все какое-то хрустальное. Хрустально-серебряное, я бы даже сказал. Какой березке не подойдешь, от нее отходить не хочется. Холода я не почувствовался. И пошел на рынок, это моя традиция. Я хожу на рынок. Пока ходил в шапке, как-то не очень. Я знаю, почему это традиция. Он ходит, а ему там дают все. И не был гордок, куда бы он не пришел на рынок. Стоит отметить, что наши актеры не отстают и не уступают московским звездам в профессионализме. Свой 25-летний юбилей в этом году отметил театр актера и куклы Петрушка. В труппе 12 человек. Этим составом работники театра ставят новые спектакли и успевают посещать детей с особенными потребностями. Ведь главный принцип работы Петрушки – создать сказку для ребенка. Когда только придумывается мир, тогда сразу он втягивает. Потому что мы же понимаем, мы не хотим в театре видеть бытовой мир. Мы хотим видеть какой-то фантастический, какой-то нереальный. Но что-то такое, которое в бытовой жизни у нас этого нет. И как только они видят этот мир, А потом кукла – это же знак. Это знак даже для взрослых, потому что это проводник. Мы можем через нее все-все-все сказать. Уходящий год был интересным не только для ценителей актерской игры, но и для любителей фотоискусства. Сотрудники Краеведческого музея порадовали сургутян интересными и запоминающимися фотовыставками, встречами с мастерами объектива. Уникальные кадры фильмов о войне можно было увидеть на фото-выставке Мосфильма «Летят журавли». А фотоконкурс «Дикая природа России» объединил профессионалов и любителей со всей страны. Среди работ есть и фотографии сургутянина Бориса Полоскова. Одно на Васюханском болоте снимал. Получилось у меня как-то добраться туда осенью. Ну, в начале уже зимы. И второе тоже кадр болотный. Ну, у нас болото красивое, как бы там ни было, не знаю, может, кто-то и не видит всей этой красоты. Но бывает на закате, на рассвете там туман, бесподобно эти сухие деревья танцующие. А в художественном музее состоялась выставка легендарного фотографа Валерия Плотникова, великого человека, снимающего великих людей. Среди его моделей Владимир Высоцкий, Николай Караченцев, Наталья Гундарева. У меня практически по каждой фотографии есть рассказ, есть интересный рассказ с развернутой драматургией. Одно из самых ожидаемых летних мероприятий – день рождения сургута. Основные мероприятия были сосредоточены на площади Сургу. Гвоздем праздничной программы стал рок-фестиваль «Нулевой причал». Не менее ожидаемое событие – фестиваль национальных культур «Соцветие». Этот праздник уже стал визитной карточкой нашего города. В этом году он уже 19-й по счету. Фестиваль стал традицией, традиция, которая прижилась и стала естественной для всего нашего сургутского сообщества. И самое главное, что мы вкладываем в цель этого праздника, ее каждый раз обновляем и продумываем – это, конечно, поддержка национальных культур и есть залог социальной стабильности общества. К слову, в Сургуте уже много проектов, ставших традицией. Это фестиваль «Зеленый шум», «Рельефы цвета», «Ночь искусств» и известная уже на другом конце земного шара «60-я параллель». Кстати, в этом году проект был отмечен на одном из крупнейших конкурсов России в области событийного туризма. Оказаться в тройке лучших – большая заслуга всего коллектива работников культуры Сургута. Также, помимо традиций, в 2016-м были и открытия. В год кино в Сургуте прошел первый, но, заметим, не последний детский фестиваль «Зеркало будущего». Удивительно очень глубинное название «Зеркало будущего». Очень глубокий смысл в этом названии. Мы стоим перед зеркалом. Какое будущее мы увидим с вами, зависит от вас, дорогие наши будущие кинематографисты, будущие мыслители, литераторы, техники, будущие хорошие люди. И, понимаете, какое кино вы будете делать, а ведь кино – это величайший рупор, понимаете. На вас лежит огромная, колоссальная ответственность в формировании духовно-нравственного начала в наших зрителях. Завершающим аккордом этого года стало 50-летие культуры в Сургуте. Точка отчета принято считать день образования профильного отдела исполкома. Отметили юбилей торжественным мероприятием в городской филармонии. Поэтому вот такой у нас практически год сложился качественный. Я думаю, что а уж то, что в следующем году будет много сюрпризов, и в том числе и в культуре, я уверен, я уже знаю об этом. Поэтому я думаю, что будут и анонсы определенные, вот точные. И думаю, что порадуем всех сургутян. Юлия Бабенышева, Борис Шибалдов. Специально для телевизионного обзора новостей. И в завершении выпуска информация о прогнозе погоды нет ни на следующую неделю, но не менее интересная. В гидрометеобюро Сургу там наши телерадиокомпании рассказали предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь. Ожидается, что на улице будет более-менее комфортно. Во всяком случае, точно не так свежо и морозно, как на уходящей неделе. К слову, день 19 декабря стал самым холодным за последние 118 лет. Декабрь такими сверхкрепкими холодами нас обычно не балует. Более традиционное время для суровых сибирских морозов – январь-февраль. Что касается последнего дня года. В 1997-м, 31 декабря, например, ночью было минус 38. В 99-м и 2000-м – минус 40. Самые теплые праздники были в 2003-м и 2013-м. Тогда столбики термометров едва дотягивали до минус 2-х. Как будет на этот раз, узнаем совсем скоро. По долгосрочному прогнозу, примерно, вот, ночные температуры, вот самые такие, минус 23-28 градусов. Это конец, это декадами мы говорим. Это только вот, ну, конец, в общем, третья декада, конец декабря месяца – минус 23-28 градусов. Подробнее о прогнозе погоды на последнюю неделю 2016-го вам расскажет Алла Шипулина. Я на этом с вами прощаюсь. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья вам и вашим близким. Достигайте поставленных целей и только хороших вам новостей. До встречи на наших каналах в новом году. Матрас Хилдинг Экспро – это более 2000 пружин, пена с углем бамбука и дышащие 3D-материалы. Хилдинг Андерс – зарядись для жизни. Матрас Хилдинг Экспро со скидкой 20%. Кировская меховая фабрика знает, что вам нужно. Новогодняя распродажа! 22 по 31 декабря в ТРЦ «Союз». Косметология, пластическая хирургия, лазерное омоложение, устранение возрастных изменений, коррекция грудей, липосакция, лазерная эпиляция. Диамет – передовые технологии, современное оборудование, опытные доктора. Центр эстетической медицины «Диамет». Город Сургут, проспект Ленина, 16. Меховой салон «Любимая шубка» поздравляет с наступающим праздником и приглашает за новогодними скидками и рассрочкой по новому адресу. Торговый центр «Квадро» на перекрестке Магистральной и Кукуевицкого. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Ювелирный салон «Рубин» открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленной в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей. Эксклюзивно в «Рубине» представлены мужские цепи «Бисмарк». Сургут, Югорская, 5, друг, 2, салон «Рубин». Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас совсем. Готовьтесь к празднику прямо сейчас с магазином детской одежды «Камот». Яркие карнавальные костюмы и восхитительные праздничные платья. Диадема и украшения в магазине «Камот». Будет радость и любовь. Главная погода в доме. Пожелаем вновь и вновь непременно быть здоровым. «Экспо-мебель» для хорошей погоды в доме. Лучшие матчи НХЛ. Эксклюзивно на каналах «Евроспорт». Смотри «Евроспорт» в метросети. И выигрывай фантастические призы. «Евроспорт.метродефиссет.ру» Обувные салоны «Жета» представляют новогоднюю коллекцию. Праздничные туфельки и босоножки на шпильке и танкетке. Невероятных расцветок с декором и без. Любимая классика и яркий модерн. «Жета». Выбирайте лучшее. Одно- и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» – это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Один из крупнейших заводов региона по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения, кладочную сетку и металлоконструкции любой сложности. Вся продукция сертифицирована. «Макрострой» поможет существенно сэкономить время и деньги при строительстве объектов. Гарантия на всю продукцию до 50 лет. В магазине «Адам» новые поступления женской одежды. Нарядные платья, брюки, блузки, производство Турции и Москвы. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ 3, друг 2. Телефон 37-63-77. Телерадио компания «Сыргут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сыргуте и окрестностях на предстоящую неделю с 26 декабря по 1 января. Здравствуйте! В студии Алла Шипулина. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Еломед». Вы купили «Алмаг-01». Почему? Лечила позвоночник в больнице. Теперь вот надо продолжить лечение дома «Алмагом». При заболеваниях позвоночника и суставов воспользуйтесь аппаратом «Алмаг-01» компанией «Еломед». Последний месяц низких цен на «Алмаг-01» в аптеках «Планета здоровья», «Экона» и «Аптека от склада». «Еломед». Последний месяц низких цен на «Алмаг-01». Успейте купить в аптеках города. «Алмаг-01» – пожалуй, лучший подарок к Новому году. В течение недели по территории Западной Сибири будет смещаться циклоны, предоставляя в регион небольшие снегопады и достаточно теплые воздушные массы, а температурный режим окажется существенно выше климатической нормы. Только в середине периода снеговые тучи рассеются и станет ненадолго холоднее. В начале недели облачно, временами снег, возможно, метель. В понедельник температура ночью минус 18, минус 23, днем на 7 градусов выше. Во вторник в течение суток от 12 до 17 градусов мороза. В среду существенные осадки маловероятны. Ночная температура воздуха 22-27 ниже нуля. После полудня на 7 градусов потеплеет. В четверг снова пойдет снег. На столбиках термометров к утру минус 15, минус 20, днем минус 7, минус 12. Пусть праздник будет с вами всегда! Большой выбор подарков к Новому году! Дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, тульские и персидские самовары, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты ждут вас в магазине «Домашний погребок». Сделайте подарок к Новому году! Подарочный сертификат магазина «Домашний погребок» – удачный выбор! В конце периода облачно, временами снег, возможно метель. В пятницу ночью 10-15 мороза, днем минус 5-10. И выходные, субботу-воскресенье к утру 12-17 ниже нуля, а днем потеплеет на 5 градусов. Дед Мороз идет! Скидки нам несет! Праздник приближается, ценники снижаются! Подарки под елку по самым выгодным ценам. Выбирай и забирай только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю комфортной погоды в вашем доме. Будьте здоровы! До свидания! Продолжение следует...